Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня пишут о том, что Даня Милохин после бегства в США начал угрожать первому каналу. Думайтесь на секундочку. Могли ли мы когда-нибудь подумать, что, кстати, выступающий с Медведевой и в программе «Ледниковый период», которую показывают по первому каналу Милохин, будет угрожать этому же каналу? Ну, собственно говоря, мы про первый канал уже многое слышали, и это совершенно меня не удивляет, потому что я не знаю, кто там отвечает за отбор людей, но это меня совсем не удивляет. Еще раз скажу, Бадоева вернулась, высказавшаяся против своей программы «Жизнь других». Овсянникова, значит, соответственно, показывала там плакат «Продам гараж» и так далее. Там очень много, Жанна Агалакова, там это только корреспонденты, ведущие, огромное количество людей. Так вот, Милохин, который, собственно говоря, там начал петь гимн сопредельного государства, ну, то есть понял, что надо как-то адаптироваться. Они переделали этот свой Dream Team, этот под этот TikTok дом, под Америку, все сделали на английском языке. Ну, то есть они поняли, что надо зарабатывать деньги, и, значит, ориентироваться стали просто-напросто на Запад. То есть вот, пожалуйста, снова те, кто их рекламировал. Малахов, помню, три программы предновогодние в прошлом году посвятил им. Киркоров к ним приезжал, тоже рекламировал их. И, вы знаете, дело все в том, что вот люди, которые рассматривали Россию как прилавок, просто как возможность заработка, не более того. Это молодые люди, совершенно не обремненные интеллектом, которые под руководством других людей, более опытных, зарабатывают для них деньги, вот и все. Для них это деньги, не более, не менее. Хотя они могли бы сейчас использовать мощности своего этого дома для того, чтобы их блогеры гнали патриотический контент, например. И все, на молодежную аудиторию. Это было бы здорово, это было бы замечательно. И, я думаю, нашло бы положительный отклик у россиян. Даня Милохин в своем телеграм-канале начал угрожать первому каналу. Блогер пообещал записать песню, в которой выскажет все, что о нем думает, всю правду про первый канал. Не знаю, что называется, что он там уж может высказать, мне кажется, мы и сами все видим. Но, наверное, какую-то подноготную, какую-то там внутреннюю кухню. Но, вы знаете, я хочу сказать, что здесь что Милохин, что первый канал. Я вот прежде, чем записывать начал, так задумался, думаю, критически к первому каналу. Сам Милохин пел, собственно говоря, гимн Украины. Вы знаете, чтобы Милохин не спел и чтобы он там не рассказал, собственно, это не будет, я думаю, для нас никакой новостью, во-первых. Еще раз скажу, потому что мы и так все видим. Мы каждый день об этом говорим. Я вижу, что вы пишете о первом канале. Но, мне кажется, здесь он все-таки был на этом канале. Поэтому такое ощущение, что это так не сильно отличается друг от друга. Друзья, что думаете на сей счет? С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка закреплена на комментариях, описании к видео. Для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости там, новости в формате 24 на 7. И мои ролики на остросоциальные и политические темы. Здесь на ютюбе есть канал, тоже он называется Будда Гришна новость. Он резервный, запасной. Подпишитесь, чтобы мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.